Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я и мой парень общались два года, мы очень сильно любили друг друга, но мы очень часто ссорились и никогда не понимали друг друга. Мы сейчас не вместе, но он вернулся и предлагает нам остаться друзьями. Я много раз предлагала ему остаться просто друзьями, потому что мы не можем понять друг друга, но он всегда отказывался, сейчас он это предлагает. Говорит, что не хочет меня потерять, типа я очень важный человек, хочет хотя бы дружеского общения со мной. Я не знаю, что сказать, не знаю, что он хочет и что ждет от меня, но я тоже не хочу его потерять, не хочу так общаться, типа он мой друг, не знаю, что ему сказать. Я также понимаю, что если я приму его предложение, то обязательно мы и перестанем общаться, если кто-то появится в моей или его жизни. Я думаю, что мне не нужно временное общение, пожалуйста, помогите сделать правильный выбор. Спасибо заранее. Аноним, ну, как вы себе это представляете, что мы за вас принимаем решение, если честно, мне видится слабо. То есть то, что здесь конфликт у вас, это факт. То, что вы не можете определиться с тем, что вы чувствуете, факт, тоже. То, что здесь, ну, вот как бы за этим находится много достаточно нюансов, которые идут, условно говоря, в одну кучу, тоже, тоже факт. Поэтому я думаю, что нет здесь какого-то правильного решения или неправильного решения. Здесь, в принципе, на мой взгляд, любое решение может быть правильным или неправильным, и вам нужно просто вот принять. принять тот факт, что вот как бы вы ни поступили, все равно это, скорее всего, будет, ну, неправильным. Вот. Очень жаль, что вы не пишете свой возраст. Вот. Было бы здорово, если бы вы написали, сколько вам лет. Ну, вы пишете, я и мой парень общались два года, мы очень сильно любили друг друга, но очень часто ссорились, никогда не понимали друг друга. Вот штука вся в том, что это как-то, ну, взаимое исключение друг друга, эти два, ну, два понятия эти, они друг друга взаимоисключают. То есть, что я имею в виду, сильная любовь и ссоры, и непонимание, это исключающее понятие, я серьезно говорю, потому что... Любовь предполагает, ну, предполагает принять, да? Человек предполагает то, что вот мы человека принимаем таким, ну, какой он есть. Это любовь предполагает, что мы принимаем человека таким, как он. Ссора предполагает, в первую очередь, непонимание себя. Потому что, когда я не знаю, что я хочу, когда я не знаю, что мне нужно, когда я не замечаю... своих, ну, своих чувств, своих эмоций, то я... я сорос. И, в общем-то, это, пожалуй, является, ну, вот, такой определяющей историей. Непонимание друг друга. Именно, именно, вот, непонимание, именно непонимание друг друга. Как, ну, как таковое. Это... история... эм... Как бы, про... ну, скорее, знаете, история про непринятие. То есть, ну, вот, вот, вы не можете что-то принять в эм... Ну, в своем партнере, да? К примеру. Вот. Ну, не... ну, не можете вы что-то принять, вот, в своем партнере. И, ну, 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 не можете вы. Вот. Так вот, ну, получилось, так получилось, так... так бывает. Принять... принять не... принять... ээээ... принять не можете. Ээээ... Ээээ... И... Отпустить. Не можете тоже. Ээээ... тоже. Ээээ... ну, вот, тоже, вот, не получается... Отпустить человека. То есть, это привязка, по сути, когда мне человек нужен, когда я в человеке, вот, нуждаюсь. Ээээ... Ээээ... Ну, сильно достаточно, сильно достаточно, ну, так, в человеке. Ээээ... вот. И, в общем-то, эээ... отсюда, как бы, ну, вот, ээээ... Ээээ... вот, такая, довольно... Ээээ... неприятная... эээээ... Ээээ... ситуация, неприятная история. Эээээ... Что и не туда, и не сюда. Ээээ... вот. И, собственно говоря... Эээ... с этого и, аээээ, нужно, ээээ... начинай... Ээээ... Моя очень сильная любовь к, допустим, мужчине, да? Моя очень сильная любовь, что я под этим понимаю? Под очень сильной любовью. Что мне хочется в этой сильной любви? Нет ли у меня ожиданий от человека постоянных и т.д. А ссора, вот именно ссора, конфликт, это проблема личных границ. Это проблема того, что я не замечаю, где мои границы, где границы другого. Вот как-то я, условно говоря, боюсь, да? Вот, боюсь того, что меня, скажем так, ну как-то вот меня подавят, например. Меня... Ну, для меня это угроза. В общем, по большому счёту. И вот как раз смотреть нужно здесь на то, как вы ссоритесь. ссоритесь. Да? Не то, из-за чего вы ссоритесь. Это, вот на мой взгляд, не так важно. То, из-за чего вы ссоритесь. А то, как вы ссоритесь, это очень важный момент. Потому что то, как вы обращаетесь со своими чувствами, вот, то, что вы с ними делаете, является здесь определяющим аспектом. Конечно. Вот. То, что вы описываете после, то, что вы описываете после, то, что вы описываете, вот, ну, что он ушёл, потом пришёл, и так далее. А это уже следствие. Это уже результат. Из начальных ваших отношений. И я не буду, я не буду как-то скрывать, да? Того, что ваша любовь, вот, то, что вы, ну, то, что вы называете, да, любовью, очень похоже на страст. Страст – это не любовь. Это вот то, что необходимо понимать. Здесь это очень важный момент, очень важная деталь, вот, если мы хотим разобраться. Отделить. Отделить. Отделить одно от другого. Отделить любовь от, все-таки, вот, каких-то других аспектов. Отделить. Очень важный момент. А у вас пока отделить не получается. Вот. И если говорить про, допустим, то, что, вот, вы пишете, если, ну, если человек, если у вас будет, вот, в жизни кто-то, вот, еще, да, кто-то появится, или у вас, или у, значит, у мужчины, то вы, там, ну, сразу раз сказать, то вы исчезнете друг у друга. Вот это тоже такой очень интересный момент, простите, а, как бы, ну, с чего вы, с чего вы так решили, да, вот, с чего вы решили, что, что, обязаны исчезать, исчезать. Вот. То есть. Почему вы думаете, что, кто-то должен исчезать? На мой взгляд, это, вот, проявление такого, комп, комплексного, по сути, мы, по сути, комплексного, начисления, вот, когда я думаю, что одно за собой, ну, влечет другое. Нет. Нет. Совсем не обязательно, вот, совсем не обязательно, чтобы одно влекло за собой другое. Да, то есть, совсем не обязательно, чтобы появление, скажем так, ну, вот, в жизни, появление в жизни, ну, кого-то из вас, другого человека, привело к тому, что вы друг друга потеряете. Никакой связи между этими вещами нет. Абсолютно. Абсолютно. Это вот. А то, что вам нужно, конечно, как-то увидеть, потому что вы рискуете, ну, просто, вот, попасть, ну, вот, немножечко не туда. А, да, вы рискуете попасть просто немножечко в не ту сферу. Вот. Вы сейчас, как бы, вот, говорите о своих, ну, своих собственных тревогах. И это совсем другое. Это совсем другое. Это, вот, ни много ни мало, да. Никак не связано с тем, что, ну, как бы, в жизни появится человек, и вы сразу расстанутся. Вот. Нет, 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 и еще раз нет. То есть, как бы, вот, связи, никакой связи, нет, никакой, абсолютно. Вот. Между этими двумя явлениями не существует. Вот. Хочется, ну, хочется вам этого или нет, но, вот, никакой связи, никакой связи нет. Поэтому я бы все-таки для начала разобрался в том, что вы сами чувствуете и как вы сами ощущаете. Ну, вообще, вот, ну, ситуацию всю, да, да, вот. Определиться, что называется, вот, со своей, ну, своей позицией, скажем так, вам необходимым. Как-то так я бы ответил вам на вопрос, который, ну, вот, который вы задаете, ну, вот, сейчас. Я бы сказал, по крайней мере. Вот. Как-то бы, как-то бы так я ответил на этот вопрос вам. Я надеюсь, что это было, ну, я надеюсь, что это было вам полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вы сделаете, вот, какие-то выводы из того, что я сказал, да, из того, что я имел возможность, так скажем, ну, давать свой ответ. И я надеюсь, что, ну, вот, все-таки, какие-то мысли, какие-то мысли у вас, вот, все-таки, ну, появятся. Вот, вот, в ближайшее время. Ну, хотя бы, вот, на этот, хотя бы, все-таки, да. Вот, на этом все. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вы, 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 вы большая молодец, что обратились за помощью к нам, вот, вы большая молодец, что начали обсуждение этой темы, потому что в любом случае тема не простая и вам нужна помощь. Вот, вот, обращайтесь либо вместе с молодым человеком вместе, чтобы разобраться. либо, либо, либо обращайтесь одна, чтобы лучше себя понять, решать так или иначе вам. Всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok